друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие веселые смешные интересные комментарии друзья мои кстати минуточку внимание важная информация я сегодня если все будет хорошо если знаете карты лягут как говорится нормально да я сегодня еще непременно постараюсь к вам выйти где-то с 11 до 11 30 по москве вечером ну естественно вечером в прямой эфир с обзором на уралочку так что мои хорошие кто не спит не спящие в сиэтле да ждите меня постараюсь постараюсь выйти ну что сейчас с вами обсудим до конца добьем уже сегодняшний ролик уралки сегодня мы его били били да не добили да ну прежде чем хочу сказать ребята я в шоке знаете вот вчерашний мой прямой эфир поржали опять же посмеялись да сейчас залезла туда почитать комментарии боже мой но я хочу сказать сразу спасибо своим зрителям за вашу поддержку в комментариях ребят она конечно же бесценна это прекрасно и огромное вам спасибо еще раз ну а хомяки ребята возмущаются возмущаются да как тебе не стыдно да в 35 так себя вести да смеяться да туда сюда да коверкать ее голос во первых я не коверкаю а делаю пародию на нее да получается не получается мне моим зрителям нравится я делаю пародию на нее дабы было всем смешно как говорит постоянно сарафан который как дурак да смех без причины признак дурачины который обкурится травы свои 35 да и сидит гогочит ну так на минуточку мы мы нам смешно мы смешно мы угораем нам угора почему кому-то угорать можно тетки в 53 года и дядьки в 35 которые выглядят дохрен знает как она на 75 а он на 55 а почему мне с моими зрителями смеяться нельзя я что-то не понимаю я и несу своими обзорами хорошее настроение да джессинка скажет да хорошее настроение радость людям да помимо того что это обзор увиденного услышанного сдобренный мнением меня как автора канала плюсом я стараюсь это сделать в шуточной веселой интересной форме да так чтобы моим зрителям было непременно интересно и вы знаете вот эти вот моменты гадости которые начали там писать смеются смеются правильно девчонки мои написали а как уралка с сарафаном всех обсирают постоянно я по крайней мере делаю обзор того что мне показывают да и смеюсь да я не собираюсь плакать вы хотите чтобы я плакала над их жизнью вполне достаточно вас идиотов хобяков которые вперед из песни плачьте хоть обосритесь там над жизнью уралки сарафана они значит гогочут а я должна сидеть и плакать вы ненормальные что ли у меня вопрос к вам на засыпку да и по поводу того что не может так девушка рассуждать в 35 лет вы чё чокнутые вы живете среди дегенератов вот таких же дегенератов как сарафан уралка и как абду вы среди таких живете я среди таких никогда не жила слава богу да и в такой семье никогда не жила и есть уровень нормальных адекватных людей да представляете образование езда и высшее образование есть а здесь дело даже не высшим образованием а высшее образование как говорит моя мама всегда не предполагает воспитание так жесть успокойся как всегда бредитель мелкий мелкий этот лазунчик вражеский лазучик хейтер мой самый главный хейтер так вот и мне так смешно ребят когда говорят в 35 нельзя так рассуждать а как я рассуждаю, я рассуждаю, как нормальный, адекватный человек, да, пока вы там сидели букварь, а курили за углом школы, я, собственно, училась, да, книги читала всегда, интересовалась чем-то, и сейчас интересуюсь, и опять же, так рассуждают все нормальные люди, так я рассуждала и в 15, и в 20, и в 25, и сейчас в этом возрасте, и точно так же я буду рассуждать и в 50, и в 60, и в 70, и так далее, и это абсолютно нормально, мне странно, когда тетенька, которая 53, которая выглядит на все 75, несет такую чушь, здравствуйте, мы хорошие, мы добрые, ой, вот это, ломая свой голосок, вот когда это делает тетя, которая выглядит на 75, ломает голос, как у девочки, при певочке пятилетнего возраста, сразу возникает вопрос, может у нее не все дома, может она так что сбежала из палаты номер 6, вот это действительно странно, ну или когда мужик, который выглядит на все 55, да, в своем возрасте уже, да, в таком достаточно взрослом сидит, это что это, это что за ООО, палата опять же, да, совместная палата номер 6, но слава богу, у меня рядом, в моем окружении таких нет, я не знаю, откуда вы таких дегенератов берете, если у вас такое окружение, то мне вас жаль, надо было в свое время не таскаться где-то там, да, и где-то там пить, курить, гулять и так далее, а к чему-то стремиться и чему-то учиться, да, и книжки хотя бы какие-то читать, да, и может быть был бы у вас другой уровень, опять же, а я хочу сказать сейчас подростки, которым по 15, по 13, по 14 лет, точно так же, как и мы в свое время, тоже чем-то увлекаются, умеют прекрасно поддержать разговоры, и так далее, и посмотришь и думаешь, да, как приятно, да, когда вот такое вот подрастающее поколение, так что, друзья мои, посочувствуем Уралкиным хомякам, которые тоже живут среди вот такой вот полнейшей деградации, поэтому, ребят, деграданты и поддерживают деградантов, да, у них один и тот же, да, уровень развития, поэтому, как говорится, у них вот такая вот, да, вот так они и живут, поэтому они ее поддерживают, поддерживают сарафаны, поддерживают Уралку. Для них это в порядке вещей. Мне очень понравился момент, когда Уралка сказала, вот в соусе они такие мягонькие стоят. Да, ребят, так красиво сказано, да? Я хочу их утопить в соусе, а сверху сырок. Ну, разве это нормально? Вот это действительно комично, даже вот это вот слышать смешно со стороны вызывает недоумение, да, это нелепый разговор тетеньки, которая, по-моему, впала уже конкретно в детство, да, скоро уже, наверное, памперсы натянет или еще что-нибудь, или сёсю, ма-ля-ля-ля, сёсю в ротик, да, и, собственно, так оно и будет. Далее, далее Уралка. Ребят, Уралка, значит, там что-то там делает, 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 залила все это соусом, все эти макароны фаршированные выглядели, они, конечно, просто полнейший блевантус, завалила все это сыром, да, не слегка посыпала, а все вот так вот густо завалила сыром, и этот специально за кадром говорит. Специально, зная, что будет реакция, да, ну, опять же, в общем, никто никого не заставляет бежать к ним на канал, и писать им комментарии, говорит, надо было пармезан, ой, бля, представляете, ребят, ну, так, на минуточку, кстати, я надеюсь, хомяки-уралки слышали прекрасно, как он это говорит, ну, да, те самые хомяки, которые всегда кричат, вы что, вы что, они же такие, они же такие со сраилкой правильные, они же вот такие, 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 да, да, такие правильные, мат, перемат постоянно в прямом эфире, да, да, и в роликах, и где угодно, собственно, правильность, мы эту уже имели честь наблюдать не один раз, ну, то есть, тут, тут можно и блякать, и млякать, и всякое разное, и потом стучать себя в грудь и говорить, я правильный, я святой, я чистый, я вот такой, и так далее, далее, ребят, она, знаете, получилась у нее какая-то каша-малаша, я вообще, я когда это посмотрела, да, я же частями досматривала этот ролик, вот, я когда посмотрела этот конец, это какой-то кошмар, там у нее все разварилось, все разварилось, расползлось, там в этой духовке все это настоялось, все это, значит, в этом соусе, все, ужас, получилась какая-то, знаете, размазня, самая настоящая, да, что это, как название вашего блюда, размазня, размазня в соплях и в сыре, ну, примерно так, она, ой, я уже буду сейчас накладывать, а то сафарчик есть хочет, боже мой, господи, когда же он только есть у тебя не хочет, далее, далее, друзья мои, она говорит, да, 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 парни тут уже, парни тут уже все, все уже, значит, про учебу, на учебу забили, да, типа они когда-то этой учебой занимались, она говорит, отложат, отложат сейчас все, ну, и сейчас, ну, в общем, уселись папа с сыном, как всегда, друзья мои, уселись, да, согнулись в три погибели, буквально, нет, даже не согнулись в три погибели, а буквально, знаете, видите, лицом улеглись в эти миски-тарелки с макаронами, Абду, друзья мои, вообще уже просто охренел в корягу, я вот по-другому не скажу, он даже уже чашку не поднимает, он ее так слегка наклонил рукой, чашку, да, вот на столе она как стояла, стакан этот, так и стоит, и он прямо так вот лицо туда засунул, в эту чашку, как, знаете, как кто-то там на водопое, да, и начал прямо оттуда хлебать, я в шоке, хоть бы кто сделал замечание, ребят, вообще никто, а тут же задергался, горячо, 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 господи, когда до него уже дойдет, уже ему 150 раз объяснили, что когда горячо, надо дуть, да, уже ты взрослый и так далее, либо подожди, либо еще что-то, далее, Уралка несколько раз спросила, вкусно? Несколько раз она спросила, у Абду никакого спасибо даже близко не было, он так слегка потом уже взмахнул головой, типа нормально. Сарафан тоже потом, спустя уже, наверное, после того, как она второй раз сказала, должно быть вкусно, Сарафан уже там что-то, да, да, уже, знаете, что-то там промычал. Поэтому, знаете, когда начинают писать о том, что вот она такая, насекая, этот мальчик бедно-несчастный, да никакой он не бедно-несчастный, это копия папани растет, я сразу сказала. Когда он только приехал, что он неблагодарный, он уже год у нее живет, уже можно было научиться, если бы хотел чему-то научиться, элементарные правила приличия, здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста. Элементарное, да, то, о чем ему говорят постоянно, между прочим, он даже не понимает, что надо говорить спасибо. Год здесь уже, год до него никак не дойдет. С какой стати она должна перед ним там вообще расшаркиваться, она и так делает для него больше, нежели делает для него его родной папаша. Он вообще неблагодарный, он вообще неблагодарный. Поэтому, знаете, не каждая бы, не каждая бы захотела вот такого бы еще и принять. Я вот в этом нисколько не сомневаюсь. И кто-то там писал из моих зрителей, да, по поводу того, что, да, да попробуй с таким, говорит, и никакой нервной системы не хватит. Я согласна. За год вы меня извините, за год-то можно научиться спасибо, пожалуйста, и так далее. Это вообще элементарное. Мне даже близко нет. Что-то там махнет головой. Ну, если скажут ему перед съемкой, да, ну, они же часто прерывают съемку, потом начинают снимать дальше, да. И вот если скажут ему, там скажут спасибо, вот он скажет спасибо, да. А если не скажут, значит не скажет, вообще не скажет. Поэтому, чего она там должна перед ним расшаркиваться, я, если честно, не понимаю. Я считаю, что ничего она ему вообще не должна. Далее, далее промычали, что-то там, значит, один кивнул, другой там промычал, как воды вечно в рот наберут. Ну, а сарафан, друзья мои, сарафан прямо, знаете, ой, такой-такой довольный, такой счастливый, да, тут же, тут же, ой-ой-ой, типа все вкусно, да, вот все вкусно. Накинулся на эту еду. Ну, и Уралочка достает пирог, этот пирог с горбушей. Я согласна с моими зрителями, которые тоже там у меня в телеге, по-моему, или где-то писали, что вот говорит у нас, а, нет, на ютубе у меня писали под обзорами, что у нас такой пирог делается слоями, у нас тоже такая начинка делается слоями в пироге. У нас вот это все не перемалывается, не перенеби, все вместе, кашу вот эту вот не делает никто. Я не знаю, нет, может быть, так кто-то делает опять же, да, ну, Уралке вечно свои, как говорится, секреты, да, друзья мои. Далее мне понравилось, когда она начала тыкать пальцем в тесто, ну, и говорит, ну, что, а сейчас Сафарчик будет пробовать, он говорит, не-не, я не хочу, я, говорит, уже наелся, ну, да, он уже макаронами натрескался, куда там еще этот пирог, да, куча. Она говорит, ой, ну, скорее всего, попробуем сегодня, да, да, Уралочка, вы его не только попробуете сегодня, вы его, я уверена, ушатаете за сегодняшний вечер. Она говорит, ну, да, вот приготовили, то ли ужин, то ли обед, да, вот действительно, сами понять не могут, то ли ужин, то ли обед, то ли завтрак, то ли полдник, то ли обычная жрачка, жрачка каждый день одно и то же. Какой пирожочек, пирожок укладывайся, дорогой пирожок, дырочкой, чтоб дышал, сейчас, сейчас погоняю желток руками, этот желток. Друзья мои, вот если не понимать, о чем речь, то можно вообще подумать все, что угодно, да, сейчас погоняю желток, какой пирожок, пирожочек, да, покажи пирожок. Сразу вспоминаю, как девчонки смеялись в телеграм-канале, это, конечно, что-то с чем-то по поводу этого пирожочка. Так вот, в общем, ребята, это какой-то кошмар, причем, знаете, когда она начала опять руками, руками размазывать вот этот желток, да, это я уже миллион раз видела, настолько это выглядит просто отвратительно. Уралка, посмотри сначала на свои руки. Ну, в конце концов, ну, как-то, да, либо перчатки все-таки одевай, либо, либо возьми кисточку, не позорься, мы руками, мы руками, но ты вот этими руками там даже смотреть страшно на эти руки, да, зачем это делать руками, вот зачем, когда там шкура вот эта вот висит и так далее, я, если честно, вообще не понимаю. Ну, ничего, ничего, теста осталось много, завтра что-нибудь сделаем. Уралка, конечно, естественно, если день без какой-нибудь, да, сдобы, день прожит зря, мы все уже все прекрасно поняли. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор, всех целую, обнимаю, всем пока-пока, мои хорошие, до новых встреч, не расходимся, сегодня, возможно, выйду в прямой эфир, кто не будет спать.